Ну, ты какая, а? А, я б тебя обследовал, конечно. Дышите, не дышите. Дышите, не дышите. Здравствуйте. Ой! Стучаться надо. Мы оборонили. Ой, это кто-то из пациентов. Что у вас, что у вас, ложитесь, говорите, раздевайтесь. Ой, вернее, присаживайтесь. Так я уже сижу. Уже? Расчехляйте. Ой, разговаривайте, разговаривайте. Что у вас? Вы знаете, на самом деле все хорошо. Просто мы с моей бусей летим на необитаемый остров. И вы же понимаете, чем мы там будем заниматься. Мы будем голенькие. Мы будем бегать голенькими, прыгать голенькими. Мы будем купаться голенькими. Голыми, 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 голыми. Доктор, а что с вами? Ой, извините. Просто иногда бывает, кровь от мозга отхлынивает. Ага. Ну, такая отхлынность мозга. Такая болезнь, да. Что, на чем мы остановились? То, что мы будем голыми, 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 голыми. Тихо, 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 а то отхлынет еще раз. Что вы от меня хотите конкретно? От меня. Ну, вы знаете, просто мы же будем на безлюдном острове, и мало ли что может произойти. Я не знаю, там... В общем, я хочу научиться оказывать первую помощь. Милочка моя, вы как раз по адресу. Начнем с искусственного дыхания на рот в рот. Прошу на кушетку. Вот так делается искусственное дыхание рот в рот. Обязательно с языком? Ну, конечно, милочка. Просто в небе расположены специальные рецепторы, которые непосредственно проходят в легкие. Ну, в общем, доверьтесь профессионалу. Ложимся, ложимся. А теперь переходим к непрямому массажу сердца. Берем и давим. Давим, давим, давим. Скажите, пожалуйста, а разве сердце находится не с левой стороны? Вы наверняка уже не слышали о синдроме Симулака. Это иногда, иногда, в редких случаях, сердце находится с правой стороны. Мы же не знаем, с какой стороны сердце у вашего мужа. А вдруг оно справа? Ну, на всякий случай, мы с двух сторон это сделаем. Справа, слева, справа, слева, справа, слева. Я за прививки договорился. Это что здесь происходит? Ой, Буся, это я сейчас учусь оказывания первой медицинской помощи. И, да, мы уже делали искусственное дыхание рот в рот с языком. А сейчас мне делали непрямой массаж сердца с правой стороны. Ну, просто иногда справа расположенное сердце, понимаете? Ну, справа и так справа. Блин, Буся, ну что ты сделал? Он нам должен был еще одну справочку выписать. Окей, сейчас придется показать свои навыки, и чему я научилась первой медицинской помощи. Эй, 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 тут первая медицинская помощь не поможет. У меня после правой всегда реанимация. Ха-ха-ха. Ну, кто у нас здесь больной? Я. Вы опять не приняли пилюли? Опять. Будете наказаны. Накажите меня по полу. Только для начала нужно проверить капельницу. Ох, мне уже нравится. Это наша реформированная медицина. Что-то у нас такой низкий иммунитет. Мне кажется, здесь поможет красненькое, сухое. И мне бокальчик не помешает такая работа сложная. За работу. Какой-то вы напряженный. Мне кажется, помогут свечи. Вы уверен? Может, это как-то лишнее? Эти свечи. Это я уже напугался. Да. А может, вообще потушим свет? Что-то вы много разговариваете. А ну быстро, закройте рот. Ну что, приступим? Иммунитет явно повысился. Я готов уже ко второй процедуре. Так, 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 так. Молодые люди, ваше время вышло. Все, все. Спасибо. Спасибо, доктор. Слушайте, вы реально спасаете прямо нашу семью. Мы же раньше о таком только фантазировали. Да что там, мечтали только. Можно мы еще раз придем? Да хоть завтра. Нет, завтра мы не можем. Завтра мы в библиотеке с ночным сторожем договорились. А вот послезавтра обязательно. Ждем. Ждем вас с нетерпением. Спасибо. Давайте, давайте. Молодость, молодость. Так. Доктор. Ой. Драченко, я про вас совсем забыл. Извините. Простите, ради бога. Ну, сами понимаете, любовь, все такое. Я понимаю. Ничего, ничего. О, так мы же вас сегодня выписываем уже. Доктор, слушайте. А можно я тут до послезавтра побуду, а? А-а-а-а. А, ну, конечно, можно. Но зачем вам до послезавтра-то всего-то? У меня вся неделя расписана. А-а-а. Тогда можно я недельку у вас еще поваляюсь тут, а? Конечно, можно. Я у вас тут накаляк. А-а-а, понял. Удовольствие, как требует жертв. Вам простынку заменить? Нет, салфеток принесите, пожалуйста. А, и я не Драченко, я мастурбюк. Да какая разница? Ну да. Следующий. А-а-а. О-о-о. Это вы так оценно наши услуги удивились. А-а-а. А-а-а-а-а. Нет, девушка, я вижу, что вы жалуетесь. Мне будет теперь понять еще на что. А-а-а-а. А, понятно. У нас не пластическая хирургия. Мы губы не делаем. А-а-а. Это доктор так шутит. А-а-а. Как умеет, так и шутит. Спасибо. Что с вами случилось? А-а-а. А-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а. Что вы делали мужем с этого места, пожалуйста, поподробнее? Это ее личное дело. А-а-а. Девушка, вы рассказывайте, пожалуйста. Тут очень важна каждая мелочь. Хотя, судя по вылиху, у мужа там далеко не мелочь. А-а-а. И так, что вы делали, говорите, мужу? Завидовать не надо. Не надо медлить. Нужно срочно помочь пациенту. Послушайте, мне важно знать каждую мелочь. Я и пытаюсь это сделать. Ну, можно понять, как это сделать теперь. Итак, когда вы это делали мужу? А-а-а-а. Вчера? А-а-а. С утра? А-а-а. С утра. А-а-а. Интересно мне, что же это можно делать такое мужу с утра? Видимо, то, что доктору давно никто не делал. А-а-а. Так, и почему это? Потому что доктор слишком много об этом говорит. Хорошо. Продолжим. Давайте вернемся к нашим, к вашим оральным проблемам. А-а-а. Какая женщина. А-а-а. А что делал муж в этот момент? А-а-а-а. Спал. А-а-а. Вот скотина. А-а-а. Девушка, вы рассказываете все подробности. Мне можно доверять, я ведь давал клятку Гиппократа. Давайте еще обсудим, что наш доктор кому давал. А-а-а. Так. Угу. И скажите мне, пожалуйста, как часто вы делаете это мужу? А-а-а. Вот в этом и проблема. У вас у мужчин всегда в этом проблема. Не отвлекайте меня, пожалуйста. И скажите, пожалуйста, подробнее, как вы это делали? А-а-а-а-а-а-а. Так, все, хватит. Прекратите это. Согласен, перебор. Давайте полотенце. Что? Нужно принять холодный душ? Это вам нужно принять холодный душ. А нам нужно вправлять челюсть, да? Ротик открыли, расслабили. И на вдохе. Три, четыре. Ай, доктор, спасибо вам большое. А то я уже так, зая, устала. Мужу привет передавайте. А-а-а. И в следующий раз, знаете, поосторожнее. А-а-а. Разберутся они как-нибудь без вас. Ой, вы знаете, я больше никогда не буду делать мужу. А вот этого зря. Омлет. А-а-а. Омлет? Омлет, да, омлет, обычный омлет. Тогда понятно. Хотя непонятно. А как же вы тогда челюсть вывихнули? Как, как? Омлет мужу не понравился. Пересолила я ведь. А он же... До свидания. Так, 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 еще немножечко. Доктор, я надеюсь, это не какой-нибудь новый способ сообщить о плохих анализах? Нет, нет, нет. Все гораздо лучше. Раз, два, три. Любимая. Сюрприз. С днем рождения, зая. Ого. Ого. Ничего себе, вот это сюрприз. Доктор. Да, это я подготовила. Я всегда о таких мечтал. Это же мой любимый размер. Размер, кстати, выбирал я. Спасибо вам, доктор. У нас с вами одинаковые вкусы. Ой, какие хорошие. Можно мне их потрогать? Нет, нет. Пока что нельзя после операции. Ну, хотя бы укусить, ну, хотя бы лизнуть, пожалуйста. Вы поймите. Ну, я понимаю, понимаю. Супруга только после операции. Ну, нельзя. Потерпите пару дней. Я понял. Все, все, пора, пора. Хорошо, любимая. Давай, пока. Пока левая, пока правая. Идемте. Так, так, еще немножечко. И, опа. Привет. Привет. С днем рождения. Ого. Это что, все мне? Да. Да, да. Это все вам. Как здорово, что и у мужа, и у любовника день рождения в один день. Правда? Можно трогать? Вам можно все. Любовнику позволено больше, чем мужу. Наслаждайтесь. Привет. Доктор, я что хотел еще узнать? Пойдите еще. Ого. Это что, мой подарок еще кому-то передарили, да? Нет. Доктор. Ну, все. С наступающим тебя, 8 марта. А при чем тут 8 марта ко мне? А теперь тебя каждый год будет с 8 марта поздравлять. Так, доктор, режьте ему под самый корень. Да. Доктор, не надо мне уменьшать мой подарочек. Главное не подарочек. Главное, внимание. А, и грудь ему сделайте такую же, как у моей жены. Зачем? Чтобы у него отбоя от внимания не было. Понял, понял. Все, давайте, доктор, делайте. Я приду, посмотрю. Хорошо. Потому что на 10 девчонок по статистике 8 ребят. Давай, идите. Лизия, можно к вам? Ой, Абрам Исаакович, заходите, заходите. Ой, я так рад, что вы пришли. Ну, если откровенно, то я уже как бы и не собирался. Что, вы думаете, я такой заразный, что-то забоялись заразиться? не в этом дел я когда увидел цену на бахилы внизу да но я вспомнил что у меня собой два целлофановых пакет какой вы сообразительный человек и шо вы изя сильно заболели представляете таки да это прекрасно что это прекрасно что я не дал вам неделю назад деньги в долг потому что кто знает чем она закончится это правильно про скажите пожалуйста бромесак вы принесли мне гостинцы конечно как я мог не принести вам гостинцы если вы мне напомнили сегодня об этом десять раз все здесь спасибо большое но или скажите мне что это за странная диета и cry for a ну такая странная диета врачей шо я слава богу что вы мне принесли а то никто не ходит никто ничего не носит ой ладно друг мои дети то я шо то уже устал но шо изенька выздоравливайте пойду о кальцман вас опять посетитель я прошу прощения шо значит опять до к нему как конвейер ходит и ходит и пакеты с продуктами носят уже весь холодильник забит а с какими продуктами ананасы апельсины сыр конфеты пусть еще покапает через пять минут я зайду бромесакович я все объясню вы уж потрудитесь изя бромесакович вы видели сколько магазине стоят продукты да я бываю там бромесакович вот я и подумал что раз уж у меня ангина и мне немножко пришлось полежать в больнице то пусть мои родственники из жалости приносят мне разные продукты а я буду их складывать и потом потихонечку кушать если вы знаете я я знал что вы умный человек но чтобы на сток вы не могли бы чихнуть мне прямо в лицо за шо вы же принесли продукт в этих нет я объясню что и вы туда же куда же туда же белочка я заболел я же не виноват что этот пост меня заразил а и у меня к вам есть одно важное дело вот это список моих родственников и список продуктов обзвоните пожалуйста все любимая все все принес как ты просила вот пожалуйста селедка да бананы и шоколад вот да там огурцы где огурцы огурцы и мороженое ну саш какие соленые огурцы и мороженое ты что не мог сам догадаться что я хочу огурец макать в мороженое ну да ну да правильно да так вкуснее же так действительно сейчас я в магазин быстренько и только быстро пожалуйста и холодца холодца где эти холодец в июне найду то холодец и сгущенки пожалуйста быстрее пожалуйста холодец и сгущенка огурцы мороженое все хорошо что так долго солнышко там очередь просто была тут все купил холодец тут все есть вот меня не любишь как не любишь как не любишь ты что любишь тебя очень сильно любишь потому что я толстая какая ты толстая что ты солнышко ты у меня такая худышко стройняшечка хорош добрый день да здравствуйте как наши дела и кушаем да таблеткой от обжорства помогли еще больше ей захотелось подождите стойте вы что вот это все съели я сколько раз вам говорил что если вы не прекратите так питаться то ваше пузо оно никуда не сойдет понимаете смысле смысле пузо не сойдет что вас удивляет подождите она что не беременная нет у нее просто ожирение а я думаю действительно как это может человек два года быть беременным очень умный человек я креветок хочу и зефира сама сейчас встала пошла себе и купила креветки и зефир и вообще хватит жрать ты посмотри на себя ты же вообще куда это годится так быстро принес мне зефира и креветок чего что ты говоришь там доктор она меня жрать начинает доктор нести зефир здравствуйте здравствуйте извините пожалуйста можно мне что-нибудь от живота очень болит от живота да конечно есть очень сильное средство самое от животика вот пожалуйста принимать важно одну таблеточку три раза в день до еды иначе могут возникнуть побочные эффекты это как раз есть те самые побочные эффекты которых я вам говорил но животик ведь прошел есть одно средство очень хорошее называется отголовин пожалуйста тоже очень важно соблюдать инструкцию не больше одной таблетки один раз в день один раз в месяц ну в общем должно помочь узнаете голова вроде как и ой 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 этого я не учел понимаете она не очень сочетается с этим препаратом и вызывать может а не менее паралич но есть очень хорошее средство от всего этого она снимет с вас все симптомы вот пожалуйста тогда давайте я вам сам лучше дам дозировочку вот надо одну таблеточку руку таблину да давайте лучше помогу так одну таблеточку открываем ротик вот так отлично и через пять десять секунд все должно отпустить спасибо вот прекрасно как-то что-то такое это может быть это может быть но это не критично и так вот ваше лекарство с вас 325 гривен и обязательно примите вот это я а зачем мне от диаре непонятно как организм поведет себя после всех этих препаратов а поэтому я бы на вашем месте поторопился домой и я бегу боюсь что так вы не добежите я яночка а поздравь меня ты меня не верила а я все-таки сделал это ты что продал все средства от анимения да очень просто клиента сначала надо привлечь потом развлечь потом напрячь а потом расслабить вот так на расслабляйся спор есть спор так хорошо так продаем средства от запора по тому же принципу влечь развлечь напрячь и расслабить секундочку я же сказал секунду поверьте нам именно секунда и прошла а считать это мы умеем можете быть спокойны ну а вдруг бы у меня тут была голая пациентка не смешите мои тапочки вы считали деньги с чего вы взяли ну во первых в кабинете пахнет наличкой отчетливо а этот запах я чую за километр во вторых вас выдает ваше счастливое выражение лица ладно что вы хотели мы хотели чтобы вы полностью осмотрели изю у вас какие-то жалобы боже упаси никаких жалоб просто мой еще нужно заключение специалиста ну хорошо раздевайтесь по поясу хорошо ну что ж я ничего плохого не вижу и тем более не слышу вы верны да я считаю что вы абсолютно здоровы можете хоть в космос лететь спасибо мне и здесь хорошо скажите вообще вообще никаких подозрений ни на какую либо болезнь вообще здоров как бык ну что ж подведем итоги так анализ крови в норме претензий со стороны травматолога не имеется флюорография флюорография спасибо в норме заключение терапевта здоров мойщенька ну что вы убедились к сожалению вы абсолютно здоровы я готов вам одолжить 100 долларов держите вы что ради того чтобы одолжить 100 долларов прошли полностью медосмотр скажите спасибо что Изя мой родной брат в противном случае я бы заставил человека пройти полностью МРТ всего тела и глотать зонт были случаи идем и а результаты оставьте себе эту лампу на чай вот мне ваше здоровье так ну как себя чувствуете голубчик лучше доктор но очень колени чешутся о чешутся коленки помните как у меня яички у вас левая или правая больше чешутся больше левая а правая еще стреляет а у меня чешутся больше правая а он еще стреляет да хорошо давайте вот эти вот эти таблеточки давайте они помогут левая левая пошло осложнение осложнение а а как насчет правого правый только дергается хорошо отлично но пока видит пока пока видит да давайте пометим что понизили немножко уровень натрия да так понизить а а мы можем это сделать прямо сейчас почему бы и нет давайте вот эту таблеточку понизим сейчас уровень натрия да а хуже не будет а голубчик ну откуда же я знаю я же не гадалка я и дипломируем и специалист давайте давайте очень хорошо и смотрите а этот раствор 他 вообще не почувствовал ну что как сейчас с глазами все в порядке все не вернулось так отмело речь вы просто не повышайте на меня голос а вот выпить и лучше вот это вот это это хлорид калия но пейте и пейте вы не хотите всю жизнь молча сколько можно нам не тестировать лекарства прекрасно речь но а что вы прикажете импортные лекарства нам запретили а отечественных нет вернее они как бы есть но они должны пройти ряд проверок а вы как раз прекрасно подходите для тестирования этих таблетки гагарин отечественной медицины белка и стрелка отечественной медицины знаете а хватит будет тогда когда вы оплатите разбитый вами же аппарат мрт очень хорошо я нечаянно разбил и вазу вазу тоже так все я ухожу отсюда мне это надоело отказали но это прямо по инструкции вся побочка на нем сейчас должны отказать правая рука а вот и левая через три-два-один а сейчас он описываться здравствуйте здравствуйте очень рада вас видеть скажите у вас есть что-нибудь от аллергии конечно а наша у вас аллергия знаете я чешусь когда кто-то говорит неправду серьезно когда кто-то врет не прям все чешется и чешется да такого не бывает ладно предлагаю вам вот эту замечательную мазь которая вам поможет точно хорошая но не такая конечно она и хорошая но там заживляющим эффектом ладно фуфло это мазь просто дорогая а может есть что-то другое то у нас тут полное фуфло честно я контрафакт и подделка ого правда вы реально чешетесь когда кто-то врет да одну секундочку жаня сейчас что викачка что-то что случилось женичка скажи а ты меня любишь что за дурацкий вопрос такой естественно люблю что за шо ты меня любишь ну как за за красивые глаза за стройные ноги да что ты мне врешь может ты меня любишь потому что у меня родители владеют сетью аптек это 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 полная чушь это это все неправда да что ты вообще завелась так потому что посмотри на него что чешется и что чешется чешется значит кто-то врет он всегда чешется когда кто-то врет смотри может мне кто-то поможет а да подождите я отдала тебе лучшие годы своей жизни вот пригласила к нам на работу в аптеку обогрела тебя ни разу не изменила века ничего не хочешь мне объяснить то может оно и не работает работает он все чешется и что ж такое везде одно и то же когда люди уже врать то перестанут а ну и теперь объясни кого ты любишь больше меня вот пусти меня сестричка послушайте дедушка пусти себя не бережете все спокойтесь пожалуйста дедуль пусть и у меня еще дело одно в жизни незаконченное слушайте если вас отпущу это будет последнее дело вашей жизни и последний рабочий день в моей жизни пусть и ну и пусть все равно я стану чемпионом конечно станете если дойдете до двери но тогда вас точно ожидает олимпиада на том свете так что дедушка лежите и не и отдыхайте у нас конечно ходит больница спортивной форме вы не в такой же пусть и сестричка пусть и послушайте я могу вам как врач посоветовать берегите пожалуйста свои силы хотя бы для прощания с родственник где он это еще что здесь происходит такое не понял опустите меня к нему я бить его буду какой еще какой еще бить его что тут устроили это будет бой не на жизнь а на смерть ну естественно не на жизнь а на землю потому что для того чтобы покинуть эту жизнь вам слишком напрягаться то и не надо ждать и пустите я с ним разберусь я его так дедушки я могу вам это позволить если вы объясните мне в чем тут дело я сейчас объясню у нас идет противостояние с этим старым хмырем с 1963 года да это будет сто первый бой у этого старого хрыча 50 побед а у этого старого старого хрыча 50 побед и кто сегодня держит победу тот сможет умереть чемпионом я чемпион похоже этот бой единственное что вас держит на этом свете да ну хорошо битва так битва и так мы приглашаем всех на поединок профессиональных боксеров в красном углу обладатель артрита камней в почках деда женя в синем углу обладатель инсульта инфаркта деда шура да и так напоминаю правило открытой перчаткой не бить ниже пояса не а хотя вам уже ниже пояса можно боксеры готовы внимание я победил я победил я победил я подожди если мы оба победили то что до проиграл ой мы походу сестричку вырубили ой это хорошо что она баба так бы вся причин дал и подбивали ой хорошо ой я что-то устал я устал слушаю как только я стать могу я тебя на костыля ох я тебя отключу я я тебя как отключу обоим аппарата жизнеобеспечения клятву гиппократа давал этот кабель меня замучил понимаете вот что с ним делать на самом деле может это просто весна да нет он круглый год гуляет шляется непонятно где под утро приходит весь грязный ни одной сучки не пропускает бывает такое это гиперактивность нет еще он из дома убегает понимаете бегает бегает приходит голодный ну они пробовали поводок да пробовала но он перегрызает а закрывать понимаете выбивает дверь пока я на работе не очень компетентен в таком вопросе может его того чик чик а может покапать успокоительное да пробовала я ничего не помогает я вам советовал все таки бы обратиться к ветеринару мы тут людей лечим я не поняла причем здесь ветеринар граф у меня прекрасный порядочный песик вот я вам говорю про мужа и жена может его чик чик века ну зачем чик чик я тебе обещаю это в последний раз было да ты мне каждый день говоришь по 10 раз одно и то же и что я тебя люблю я тоже тебя люблю поэтому и хочу сделать это под анестезией у нас трое детей ну куда еще а там вообще не понятно сколько это двое и там один и сейчас сама их мужчина на самом деле вам и танцевать будет удобней может это но нет у меня денег нету доктор не срочно нужна справка какая справка хотите поехать отдохнуть а на работу нужна липовая справка о болезни и доктор не нужна липовая справка чтобы наоборот не поехать отдохнуть кое-куда лет на десять мне нужна справка что я клиптоман а чего взяли что вы клиптоман я у вас ручку украл а этого достаточно для того чтобы мне поставили диагноз мужчина по такой логике у нас тут вся больница клиптоман а если в банке украл миллион этого симптома достаточно это как минимум странно а если половину этой суммы специально для вас приготовил этого достаточно симптома вот теперь вижу четко выраженные симптомы клиптомания где он где он что ты смотришь на меня мышечка в какой он кабинет побежал а вот он ты попался ворюга кто ворюга я не ворюга я больной я баба баба больной у меня и справка есть какая справка какой больной если я криптоман да доктор да вот пожалуйста справочка ну вот справочка ну слышь больной это денежки вернуть надо будет чё какие деньги какие деньги я не помню ни о каких деньгах у меня редкое заболевание кратковременная потеря памяти да 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 действительно кратковременная потеря памяти вот и справка у меня да вот и справка ну чё дело закрыто я могу идти слушайте мужики ну давайте по-честному а на троих эту сумму поделим а то я вам двоим коленки попрострелим нет ты чё с ума сошел тебя посадят ничего мне за это не будет потому что у меня есть справочка сопротивление при задержании понятно ладно она еще пока чистая но поверьте мне я и успею заполнить пока вы тут от боли будете корячиться мужчина с клептоманией предлагаю не жадничать и поделиться с мужчиной с пистолетом послушай послушай умного человека ладно почему-то граблю я один отделиться всегда приходится на троих на троих это самое самое то что называется так не знаю что с вами но состояние ухудшается я знаю доктор это все ее борец виноватый отравить и меня хотела это ты отравил лучшие годы моей жизни елочка вы понимаете если не скажете что было в борще вы рискуете стать вдовой-заключенной а если он не купит мне шубу то я рискую стать женой неудачницы которая ходит в платье и в пуховике зимой века насколько тебе можно говорить но нет у меня денег на сумму нету на шубу значит нет она дорогущий спиннинг есть века побойся бога я этим спиннингом нам пропитание добываю да ты на своей рыбалке кроме этого алкоголизма простатита и лишь а я ничего не заработал что-то я в прошлом году такого карася потянул сорвался гад девушка ну вы же можете откладывать по чуть-чуть и купите себе шубу да что вы несете откладывать да она только тратить может у него функция откладывать в баске не заложено а у тебя не заложена функция зарабатывать деньги элочка ну поверьте есть масса других способов получить деньги на шубу без убийства мужем да только на него эти способы не действуют кроме футбола и рыбалки его ничего не возбуждает так последний раз спрашивай купишь мне шубу или нет слава богу со последний раз нет века не куплю тебе сумму тогда прощай подождите давайте так давайте помогу вам с шубой а вы скажете мне что было в борще сомневаюсь что у вас это получится ну давайте попробуем может на минуточку о сыптаться посреди сыптуны думаете это подействует ну вы же сами сказали ну не знаю ой по-моему клюет да конечно клюет подсекай уже давай давай тяни 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 ну ну и вот сюда сюда и все вот так отлично ох вот это уловтик викусь ну что ж ты молчала не говорила мне что ты у меня такая красавица а ну теперь вы верите что он купит вам шубу говорите чем вы его накормили маминым борщом в смысле и что в нем такого что ему так плохо вся ненависть теща к зятю но вы не волнуйтесь я сейчас его вылечу интересно чем ну как это чем любовью будущей счастливой обладательницы шубы оле 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 ой викуся а ты в курсе что я за ювентус болею ладно я вас оставлю вот это я тебя сейчас устрою коты нацю доктор доктор что 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 он холодный что вы его залюбили да нет мне кажется что мама кроме ненависти яд положила ладно будем надеяться что все тещи одинаковые противоядие у меня всегда с собой ого спасибо вам доктор вернули к жизни и тебе века спасибо отличный финал лиги чемпионов получился ладно пойду я а как же суба суба будете суба сейчас пойду и поймаете выдру ну будет хотя бы шапка аркадь петрович все готово можете заходить жду прошу после вас здравствуйте здравствуйте добро пожаловать о матрёночка смотри тут совсем ничего не изменилось прям как в день нашего с тобой знакомства мы старались ой даже не верится сто шестьдесят лет прошло с тех пор сколько мне тогда было двадцать шесть всего ух подожди ты же говорила двадцать два ты что мне все это время брала что ль то есть тебе сейчас не восемьдесят два а восемьдесят шесть ах ты ж старая ты давайте пройдем к вашим койкам что будете заказывать даме пожалуйста капельницу с глюкозой прекрасный выбор мне чего-нибудь покрепче могу предложить валерьянки очень хорошо сочетается с таблетками от давления а несите все гулять так гулять не каждый день у нас годовщина спасибо а чего музыки нет извините сейчас включу а чего музыки нет лишь включил доктор не обращайте внимание она глухая отдыхайте а я пойду фрукты нарежу не надо резать фрукты доктор и надо лучше на терочку за деньги которые платите сделаю все что пожелаете спасибо аркашенька это сколько все денег стоит а где же мы столько денег то возьмем не волнуйся матрёночка будь как лидеры коммунистов ни в чем себе не отказывай а годовщина тебя родная овчина а теперь бананчика чуть-чуть давай давай ложечку вот держи десертик и запить запить обязательно хорошо сидим доктор слушаю рассчитайте нас пожалуйста всю минуту у вас карточка наличные сберкнижка ссср да шучу я шучу смотри повелел есть наличными платить будем всю пенсию отдадим вам за год наверно да матрёночка матрёна 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 ты чё не бесишь то доктор померла матрёна походу матрёна как померла что значит померла побудьте здесь я быстренько за сестричкой сестра готовьте реанимацию матрёна вставай ушел он ушел когти побежали матрёна бегу бегу не отставай дорогая не отставай бегу бегу я его придумал развести а как в первый день нашего знакомства хороший вечер аркашенька жаль только музыки не было так убрали так все как и и договаривались быстренько снимаем рекламу вы получаете деньги и разбегаемся все да вообще-то это запрещено в больнице но за такие бабки давайте кто-то же доктор что здесь происходит все хорошо снимаем рекламу а почему в моей палате потому что мы вас уже почти вылечили а здоровый человек в рекламе медицинского препарата то что нужно это не опасный препарат но вот две недели одни и те же вопросы эти таблетки не опасны эти уколы не опасны мы вас вылечили мы вас и и в рекламе снимем все готовы да готов ты все поехали так по моей команде начали ты доктор говорит а фиговин поставит на ноги любого а так потом ты вскакиваешь резко бодренько вскакиваешь около доктора становишься и говоришь фиговин то что доктор прописал и вот так все ясно так у шприц подождите я кажется передумал может вы кого-то другого лучше у сидоров я же могу вас и недолечить ладно давайте писать все готовы да все все поехали 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 так в руки коробку в руки коробку так а так камера мотор начали начали фиговин поставит на ноги любого офиген то что доктор там сказал стоять стоп стоп что происходит это что вы устроили вы изгоняли весь кадр он еще нормально вы вы что сделали что вы сделали уколол меня больно она еще сжется доктор разберитесь с ним разберемся пожалуйста ложитесь сделайте нормально и разобьемся по домам ложитесь у меня голова кружит нормально это от слабы ложитесь так камера мотор начали фиговин поставит на ноги любого фиговин то что доктор что с вами я не понял что это такое что что это доктор мне что-то не важно как не важно давайте не важно важно не важно ложитесь хорошо мне что-то доктор давайте вот прям сидя он он уже как бы сколько раз я сам тебе обещал не экономить на актерах на операторах на свете на реквизите нет все равно все равно вот это вот вот это вот жилка во мне готова так внимание камера мотор начали фиговин поставит на ноги любого ну похоже ваш фиговин не очень хорошо на ноги ставит несите нового больного а что он вообще лечит откуда я знаю что он лечит мне сказали рекламу снять я снимаю рекламу я понимаю надо с этим разобраться мы его почти до лечили я тебя вин сильно действующие снотворное ладно пойду за следующим больным стоп не надо нигде идти снотворное так это же это же идеальная актер для снотворного концепция меняется камера мотор начали фиговин уложит на спину любого мальчики там срочный вызов по скорой отравления а мы-то тут при чем вы едите врачи кто не занят сейчас мы не заняты мы как раз сейчас очень заняты я бы так сказал что у нас прям оврал да вы можете потом рыбку покормить ну что если перестану кормить рыбка она же умрет а это противоречит клятве гиппократа а вы я смотрю обучающее видео у меня завтра лекция у студентов да это же порнуха правильно я же гинеколог и вообще нам за вызовы не доплачивают на самом деле вам должны за вызовы доплачивать потому что вы не врачи вы просили а сама поеду так бы сразу ну вот прикормили теперь иди сюда будешь мои желания исполнять смотри что немцы теперь с канадцами творят занимательный мать я так понимаю это заявление об уходе а по испорченному ноутбуку я так понимаю это долгосрочный кредит да значит так ты бородатый несешь мне кофе а ты моешь полы в операционной и здесь понял может тебе еще клизму на травах поставить кому было плохо самому там же написано с чем кофе с молоком сливками нет со спиртником что-нибудь еще да сегодняшнего дня вы будете работать по профилю ахахаха ах ах ахахаха Драем полы, мальчики, точнее, девочки, драем. Я пойду, это, утку поменяю. Здрасте. Здрасте. Что вам надо? Дайте что-нибудь от головы. А, пивко в магазине напротив. Девушка, я не шучу, пожалуйста, дайте какой-нибудь там цитрамон, я не знаю, я на работу опаздываю. Я прошу прощения, я случайно услышал, что вы хотите взять цитрамон? Да, цитрамон. Но цитрамон это моветон. Чего? Я прошу прощения, вы не могли бы дыхнуть? Коньяк 3 звездочки 05. Да. Шампанское 07. Да. И светлое разливное пол-литра. А, нет, литр. Да, да, да. Цитрамон тут не поможет. А, как, а что поможет? Ну, раз вы меня спросили, я вам рекомендую взять за основу вот эту микстурку урожая 2016 года. С незабываемым послевкусием. На второе рекомендую выжимку травяного сбора, между прочим, выращенного в альпийских горах. И на диджестив... Чего? Ээээ, шлифануться. А, ну... И на диджестив, конечно же, витаминки. А что, пробивать? Да, пробивать и все. Ага, так, так. С вас 580 гривен. Чего? Да я на такие бабки могу месяц похмеляться. А где пивко? В магазине напротив. Спасибо. Знаешь что, Шурик? А может, каждый будет заниматься своим делом? Ну, я же хотел как лучше. Как лучше. Лучше... Полы помой. И мусор вынеси. На. Дура, лекс. Сет лекс. Шо? Закон суров, но он закон. Что-то голова разболелась. Дайте травон. Ин вина веритас. А? Само пройдет. Иди. Тоже мне.